Это карьеры реки Ангары. Вокруг много мусора, вода давно почернела. Такие неприятные изменения цвета не останавливают уркутян от купания. Правда, сегодня людей немного. Дожди, да и день рабочий. Вот мы и решили сами провести простой анализ. Чтобы узнать, насколько чистая вода в этих карьерах, вовсе не обязательно быть профессионалом. Достаточно просто взять такую бутылку и чуть-чуть зачерпнуть. Вот видите, цвет воды далек от кристально чистого. Недовольны состоянием воды местные жители. Иркутянин Сергей Сержантов купаться ездит за город. Хотя живет в двух шагах от берегов Ангары. Здесь я купался очень давно. Наверное, когда ребенком, подростком был. Больше, наверное, 10 лет уже сюда точно именно купаться не хожу. Вода грязная уже давно. Даже и по вине самих местных жителей. Мусор выбрасывают. Приезжают отдыхать, ничего за собой не убирают. Порыбачить иногда приезжают. Если теплая погода, тут очень много народу. Машин прямо масса. Ну, купаются люди. Очень много, в принципе, даже с тем учетом, что иногда тут появляются. Редко, но появляются таблички. Купание запрещено. Разделяют мнение местных и рыбаки. По их словам, отсюда сложно уйти с хорошим уловом. Место неплохое, но вода сильно большая. Ангара сбрасывает. ГЭС, вернее. Тут раньше меньше было, сейчас много. Ну и, конечно, желательно, чтобы народ здесь рыбачил и мусор за собой убирал. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно мониторят качество воды в Иркутской области. Этим летом проверили 61 точку. В них нашли достаточное количество бактерий. По словам специалистов, всему виной недопустимое количество мусора вблизи водоемов. По результатам проведенных последних исследований, вода не соответствовала по микробиологическим показателям. В следующих местах. Это в городе Иркутске, на реке Ангара, это Нижний Бьев Плотины. В Иркутском районе, в селе Смоленщина озеро. И также Иркутский район, поселок Нового Ленина, Иркутское водохранилище. Управление Роспотребнадзора, естественно, не рекомендует купаться в данных водоемах. Потому что вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Отметим, в 2021-м все водоемы Иркутской области признали непригодными для купания. Что, впрочем, не повлияло на рост кишечных заболеваний. Их количество не особо изменилось, если сравнивать с прошлым годом.